привет это данное сообщение пятничное шоу на автозак лайв канале на который нужно обязательно подписаться чтобы не пропускать новые ролики которых мы говорим с иностранными агентами о том как им живется в этом статусе кстати напишите в комментариях каких еще гостей вы хотели бы увидеть на нашем канале меня зовут артем воженков я иностранный агент а сегодня у нас в гостях профессор валерий соловей валерий дмитриевич здравствуйте здравствуйте артем здравствуйте уважаемые зрители и слушатели спасибо за приглашение как вы узнали о том что вас признали иностранным агентом вообще какая у вас была реакция ну во первых я знал что это произойдет рано или поздно но я не торопился в эти ряды сразу скажу то есть если даже ты знаешь что это неизбежно лучше если это произойдет попозже а второй как как именно я узнал это было 9 до 9 сентября вечером мы женой сидели на кухне не тупили чая не тупили винишко но разговаривали такой был вечер вдруг заходит сын и говорит папа знаешь вот мне только что написали друзья и сообщили что ты признан иностранным агентом а это ну вечер пятницы да ну я и так каждый вечер пятницы проверял сам я да я посмотрел убедился в этом да это подтвердилось ну то есть морально психологически мы были конечно готовы я имею ввиду не только себя но и семью но все равно это неприятно чего тут скрывать ну а вообще как ваша жизнь как-то изменилась дом был ли какой-то период адаптации и так далее потому что период адаптации надо было узнать что это как чем это значит едят я очень признателен павлу чиков и за горы он оказал и оказывает я бы сказал неоценимую помощь вот иноагентом не только им естественно он там снабжает огромное количество людей очень ценной информации в своем телеграм-канале агентом том числе что иноагентов то на самом деле не так много но судя по тому что принимает специальный закон они конечно чуть ли не основная угроза национальной безопасности в россии счет павел помог сориентироваться описал там процедуру с которой стало понятно чем надо озаботиться в первую очередь я стал этой процедуре следовать это естественно все понимаете создает организационные проблемы это создает финансовые проблемы не хочу сказать что колоссальный но тем не менее это все пожирает время время это как раз вот невосполнимый ресурс в отличие от денег время и нервы невосполнимые ресурсы но еще нервы талант так всяк можно восстановить время конечно нет плюс надо постоянно быть на стороже на чеку особенно сейчас с после первого декабря когда новый закон заработать потому что не очень понятно как именно он будет работать совершенно непонятно а вот вы как вы считаете вы говорите что вы знали еще до того как объявили вас иностранным агентом как вы думаете вот с первого новый закон вступил в силу кто-то говорит что ну ничего страшного не произойдет а кто-то говорит что людей будут вносить в реестр сотнями а может быть даже тысячами кто в зоне риска и насколько сильный реестр разрастется это очень важный вопрос он не просто интересный да он очень важный для многих людей может оказаться это будет зависеть от принятого инстанции решения причем решение это принимается не минюстом как мы прекрасно понимаем решение это будет приниматься другой инстанции я не знаю убедит ли вторая служба фсб я думаю что она даже наверняка она этим занимается и соответственно кого-то из замов или директора фсб с тем чтобы что надо расширить число причем расширить кардинально и у темпы увеличить значит расширение вот этих иноагентов я склонен полагать что скорее это будет происходить скорее но это мое предположение надо наблюдать за практиками и практики эти проявятся только скорее всего после нового года вот я не думаю что в декабре в декабре будут некие переходные периоды посмотрим ночи что будет происходить после нового года но само по себе вот дополнение что теперь список там и на кино и фамилии имя учителей на агент а также при ннн снилс там дата рождения а все это наталкивает меня на предположение что список как кстати как и вас артем я читал ваш пост что он будет расширяться довольно быстро я думаю в него будут включать всех журналистов ну имеется ввиду даже не не оппозиционных журналистов во всех независимых журналистов и всех лидеров общественного мнения с тем чтобы всех стигматизировать и главное лишить возможности законодательно лишить возможности влияния на какие-то политические процессы в частности на выборы это очень важно это очень важно в связи с тем что все таки досрочные выборы и парламентские президентские планируются на 2023 год и раз так то надо будет поспешить и этот список расширить то есть там не не 5 6 человек вечером в пятницу а там возможно 50 или 70 а возможно 5 7 каждые сутки но еще раз зависит от того решения которые будут приняты я склонен полагать что решение пульсу как раз негативную для общества будет был понятным причинам тут еще помимо выборов есть еще другая причина естественно это знают очень хорошо что недовольство растет закрытая социология это показывает и вот эти лидеры общественного мнения которые могут оказаться индукторами да вот и передатчиками этого недовольство их надо нейтрализовать их надо запугать их надо стигматизировать со стигматизации не очень получается но если речь идет о политизированной общественности да здесь плашка иноагента никак ни на что не действует общество это настораживает я вижу это настораживает но не те кто интересуется политикой а скажем условно даже не там не про путинский настроенных а просто индифферентных людей их это настораживает потому что в данном случае стигматизация работает не для политизированной части который в россии не так уж это прослойка велика а для остальной части общества ну скорее всего просто попытается запугать нейтрализовать насчет репрессии не знаю возможно репрессировать но дело в том что закон составлен таким образом что вы и так лишаетесь многих возможности влияния понимаете вот именно медийного влияния поэтому нужны ли здесь репрессии до сих пор власть прибегала к точечным что само по все расширение списка и приобретением все более репрессивного характера уже действует конечно же то есть я знаю людей которые ушли в молчание они молчат они пишут письма в минюст ну и они все равно остаются с этим статусом хотя они соблюли все нормы закона необходимые для того чтобы выйти из этого статуса ничего подобного никто не торопится но хорошо а как вам кажется вот расширение такое большое массовое расширение списка там включение туда тысяч человек например мне кажется это просто обесценивает этот статус и на него просто никто не не начинал начинает на него просто не обращать внимание ну иностранные агенты иностранный агент подумал хороший вопрос артем но дело в том что в политизированной среде на это и так уже не обращают внимание это когда были первые на агенты уже сейчас мой ну иноагент и агент ну ставишь ты эту плашку всем честно говоря безразлично но опять же это люди которые интересуются политикой которые они что-то знают если речь пойдет о тысячах я не знаю как когда вот группа превратится в кучу до после какой сотни возможно что тогда эффект карательный будет просто девальвирован ну слушайте ну их уже так много что что и не по а главное за что ну вот дудя то за что допустим объясняю понимаете лидеры общественного мнения не важно что занимаетесь вы политикой или нет важно что вы лидеры общественного мнения поэтому эти люди будут подпадать какой будет эффект надо наблюдать только практика проявит артем многие вещи мы просто гадательно с вами обсуждают это дурные догадки я не буду скрывать перспектива мрачная в целом все будут ухудшаться то есть вот тренд на ухудшение он совершенно очевиден причем это ухудшение возможно будут ускоряться и да я чуть не забыл здесь очень важная контекстуальная поправка я в том что если будет введено военное положение его планировать ввести вот тогда статус иноагента это автоматически интернирование потому что по военному положению вас могут интернировать на 30 суток минимум без придя это тренирование это без предъявления всяких обвинений взятия под стражу вот статус иноагента это вам обеспечивать автоматическое интернирование ну да тогда это очень очень опасный знак но вот кстати говоря чтобы вы посоветовали и иностранным агентам и тем кто вот имеет свою какую-то позицию большая есть дискуссия в интернете о том что лучше делать оставаться или уезжать из страны как вы думаете какой ваш совет это зависит от индивидуальной ситуации от ресурсов не буду скрывать да если у вас есть какие-то ресурсы хотя бы минимальные чтобы покинуть россию исходя из того что я сказал а я просто твердо знаю что ситуация будет резко ухудшаться то лучше покинуть потому что оставаясь здесь вы конечно в россии не веду вы повышаете риски репрессии в свой адрес безусловно если вы не можете уехать если вы не можете уехать я понимаю для многих такая ситуация и в данном случае там это не связано даже с градусом политиков активизма или гражданской позиции постарайтесь найти себе убежище постарайтесь найти убежище и продумать меры безопасности на тот случай когда в россии будут объявлено ну или в части россии и введено военное положение оно может быть распространено на москву петербург и города федерального значения в частности подумать что и как вы будете делать как вы будете избегать камер слежения как вы будете выживать будете ли вы общаться с миром я имею ввиду выходить со своими посланиями как законе говорится не ограниченному кругу до или не будете решите но думать об этом надо сейчас вот конец ноября и в течение декабря и принимать решение потому что если будет все так в той последовательности которую мне известно то после 10 января покинуть россию станет значительно сложнее даже после морской после 10 января так это возможно да то я объясню почему завершение каникул и именно на время после завершения каникул точная дата не определена естественно предполагается начать второй этап мобилизации совместиваю с раз дальнейшим распространением военного положения а в базе потенциально подлежащих мобилизации будет до семи миллионов человек и всем им будет закрыт выезд за пределы российской федерации это не означает что 7 миллионов мобилизует вы понимаете да ну в базе будет до 7 миллионов поэтому покинуть россию станет значительно сложнее нет конечно все равно останутся ходы-выхода мы даже понимаем какие там каким образом белоруссия кстати будут выдавать хочу чтобы на счет никаких сомнений не было возвращать обратно но тогда и подумайте если вы не можете покинуть россию где вы будете именно в россии оставаться что вы будете делать как будете реагировать то есть валерий дмитриевич ну как вот смотрите то что я вижу то что я читаю полно видео в интернете вот мобилизовали якобы 300 тысяч есть большие споры по поводу этой цифры что кто-то говорит больше кто-то говорит сильно больше кто-то говорит меньше но даже вот эти 300 тысяч мобилизованных у них нет экипировки нет оружия ничего чем будут вооружать чем будут кормить одевать эти миллионы мобилизованных мне кажется как такое возможно артем я боюсь что вы заблуждаетесь и ходили оснастили их семьи автоматы калашникова не от власти получит вот в этом можете не сомневаться планах вообще во время второго этапа мобилизации поднять 2 миллиона человек из них 300 тысяч женщин в первую очередь это врачи и медперсонал плюс в эти 2 миллиона входят те кто будут заниматься инженерно-техническими работами формально у них не будет оружие но фактически они будут находиться на передовой то есть подвергаться все тем же риском как и вы я полагаю что эти планы они настолько фантасмагоричны что если их попытаются реализовать они приведут к дезорганизации просто дезорганизации но с очень высокой вероятностью есть не может быть неизбежности вы понимаете с очень высокой вероятностью эти планы попытаются реализовать и неспроста данного указания закончить оцифровку материалов военкоматов именно к 25 декабря все готовится вот к этим числам о которых я говорил после 10 января потому что надо крепить стратегическую оборону первую очередь донбассе для этого необходимо забить окопы пушечным мясом именно забить в расчете на то что таким образом будет сдержано украинское наступление для себя путин решение уже принял его окружение не в восторге они от первого этапа то были для частичной мобилизации не в восторге не ги что поздно то есть не то что были против самой идеи просто ему предлагали несколько раз все это раньше осуществить считали что оптимальное время рубеж весны и лета кстати много раз об этом говорил что осенью скорее всего сделать но это будет уже поздно она так и получилось но тем не менее готова они говорят что мы готовы да что мы сделаем форма будет шиться и уже шьется в мьянме во вьетнаме в иране кстати белоруссия обещала пошить но издевается просто какие-то мизерные партии этой формы были для мобилизованных отправлены ну а так расчет ну очень простой первая волна показала ли первый этап что родные покупают бронежилеты покупают оснастку ну все за исключением оружие покупают будет так и 2 возьмете кредиты возьмете мини кредиты там сказать пойдете микрофинансов в организации войдете возьмете кредит и будь своих если хотите увеличить их шансы на выживание кстати первым этапом милизации довольно могу сказать что довольны да хорошо довольно да не так что все прошло нормально феврале прошлого года у вас и ваших родственников проходили обыски из малость техника и насколько мне если мне не изменяет память вы тогда были в статусе свидетеля вот скажите пожалуйста чем ну закончилась эта история или она продолжается потому что как-то очень скудно мало информации по этому поводу очень переживали за вас тогда история не завершилась я остаюсь статусе свидетеля какие-то следственные действия проводятся насколько я могу судить с какой интенсивностью я не знаю к сожалению не ничего подробнее как вы понимаете рассказать не могу ибо связан подписка неразглашение но это было 16 февраля я напомню что 24 февраля началась специальная военная операция я хочу сказать что здесь есть некая связь особенно учитывая то что я говорил нам на протяжении двух месяцев до этого вот максим курников который работал на эхе москвы который а ну эхо тоже у нас и на агент он вспоминает каждый раз когда мы с ним общаемся 31 декабря когда я был в редакции ходов интервью и сказал что следующем году начнется военная кампания против украины и указал с точностью до недели время начала этой кампании два с половиной года назад может быть даже чуть больше мы с вами встречались и за обедом вы мне сказали такую очень интересную информацию которая меня впечатлила и я до сих пор это помню вы мне тогда сказали знаешь артём владимир путин принял решение напасть на украину или на прибалтику я тогда честно говоря через два года причем вы даже назвали сроки я тогда если честно не очень вам поверил но вот это ваши слова в это ваше предсказание пророчество оно сбылось скажите пожалуйста откуда вы это знали и почему так получилось почему путин напал именно на украину а не например на прибалтику и какие все таки цели в итоге он преследует знал я об этом из окружения президента какие остальную информацию идет в том что окружение это вовсе не подразумевает каких-то высших сановников в свете всегда находится немалое количество очень осведомленных людей очень осведомленных которые для всех незаметно это люди находящиеся за спиной сообщили они мне это для того чтобы это было предано гласности но в тот момент когда я об этом говорил я можно сказать кричал это конечно не было услышано люди не способны поверить в такие вещи вы понимаете артем ваша реакция на было есть понятной мне естественной но теперь многие уже верят в то что самое худшее еще впереди это не до конца кстати что касается почему была выбрана украина на владимир владимирович до сих пор считает точнее он в марте стал считать что это ошибка что вероятно все таки стоило начать с балтии со стран балтии как он первоначально предполагал там правда план операции был другой он был более сложный чем случае с украиной это не подразумевалось как исключительно и даже в первую очередь военная операция подразумевалось именно как гибридная операция она была разработана герасимовым я в общих чертах был знаком с рисунком этой операции могу сказать что вообще-то это имело шансы на успех авантюра была конечно бы в любом случае но задумано было блестяще действительно блестяще кстати могу вам сказать что и операция по отношению к украине мыслилась и разрабатывал совсем не так как она реализовывалась потому что путин отказался от плана герасимова последние мгновения буквально он отдал приказ вести компанию так как ему это виделось вот я не хочу сказать что компания не затянулась бы я думаю она в любом бы случае затянулась и закончилась бы приблизительно 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 одним и тем же потому что момент в данном случае оказался уже сугубо ошибочен то есть в 2014 2015 году все это мероприятие еще имело шансы на успех 2022 году даже в случае успеха исход был бы в любом случае не просто драматичен но и трагичен для россии в том числе не только для украины что здесь отвечая на первую часть вопроса это было знание это было достоверное знание как выяснилось кстати все произошло бы раньше если бы не пандемия совершенно точно и второе ну это уже результат стечения обстоятельств почему было выбрано то они другое направление марте путин несколько раз жалел в узком кругу о том что он выбрал не не балтию ну или хотя бы допустим не белоруссию можно было начать с белоруссии очень легко и поглотить как мы прекрасно понимаем а затем уже начать размышлять может быть двинуться на казахстан там идея разделить казахстан умыкнуть северное участие в она давным-давно кремле обсуждалось очень 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 любопытно но у меня сразу возникает масса вопросов но ведь страны балтии это страны нато неужели у нас действительно в руководстве страны обсуждалась прямая война с военным блоком нато который действительно достаточно мощный ну артем мы сейчас понимаем что потенциал capacity до этого блока он конечно колоссален но поскольку все это планировалось начать первоначально весной 2020 года когда президентом был сша трамп наш союзник да то была надежда то было и кстати не безосновательная надежда что реакция будет замедленной и реакция будет совсем не такой как написано в пятой статье устава нато то есть расчет был на стратегическую дерзость расчет был на то что запад не успеет опомниться и расчет был на то что угроза ядерным оружием да ну ядерный шантаж один из вариантов предполагал превентивно взорвать пару тройку тактических ядерных зарядов в опасной близости от натовских границ с тем чтобы лишить нато всякого желания реагировать ну и конечно вот фактор трампа так что это было к еще раз повторю конечно это была авантюра но задумана она была задумана и спланирована была нас в той мере в какую я вообще знаю содержание она была очень дерзкая и очень грамотная могу сказать там многое чего учитывалось и на всю прибалтику на страны балтии отводилась не больше 7 6 дней неделя да ну от них и точнее уточню от недели до 10 суток насколько я знаю это более или менее совпадало с оценками самого нато они предполагали что в этом случае россии хватит именно этого времени может быть даже быстрее для того чтобы поставить страны балтии под контроль кстати политическое резюме это было какое из этого плана не предполагалось их оккупировать то есть предполагалось подписать договор но может быть по образцу помните договоров там 39 40 40 года до не оставлять базы возможно за одним исключением но страны должны были выйти из нато подписать договор там о дружбе мире сотрудничать с россией то есть стать осуществить финляндизацию предполагалось но политическое следствие должно было следующим быть поскольку нато не смогло отреагировать то нато фактически прекращала теряла смысл своего существования и она оказывалась как говорят китайцы бумажным тигром после этого россия бы обеспечивала себе доминирующую роль в европе доминирующую именно это не означало бы что она там входила бы в европу нет она бы в этом случае предполагалось что будут захвачены грузия северный казахстан армения и стоял вопрос об азербайджане тоже то есть восстановление вот значительной части советского союза их бы не предполагалось включать в состав российской федерации предполагалось бы заключить союз кстати украина бы тогда просто пала и бы ничего уже не оставалось она у нее не было бы шансов сопротивляться как вы понимаете ну точнее она могла сопротивляться но стратегически она была бы обречена подписать договор значит о создании нового союзного государства и осуществить финляндизацию вот этих вот новых частей этого союзного государства и тем самым путин бы выполнил свою великую миссию как он и понимает я понимаю что все это звучит фантасмагорически но и украина 24 февраля мыслилась только как первый шаг все равно план состоял именно в этом с украины предполагалось двинуться в молдову на молдову отводилась отводились сутки двое не больше потом был выбор южное направление это грузия или северный казахстан или западное направление это же с те же самые страны балтии могли бы двинуться одновременно в двух направлениях если бы близ крик удался вот так валерий дмитриевич правильно ли я понимаю что как вы думаете вообще такой сценарий развертывать таких вот больших агрессивных действий в отношении прибалтийских стран в отношении грузии казахстана даже азербайджана он все еще рассматривается в кремле или на этой идее поставили крест и капитально увязли в украине рассматривается рассматривается уже конечно не в таких гомерических масштабах как 2019 году или в начале 2020 сейчас речь идет о том чтобы компенсировать перспективу военного поражения от украина поскольку его контур уже обрисовываются они там маячат на горизонте да вопрос лишь том когда это произойдет и какой ценой за это будет заплачено и со стороны украинцев и со стороны российской федерации поэтому чтобы компенсировать чтобы это сказать не бросалось глаза осуществить операцию против грузии или все все равно против того же северного казахстана ну правда против северного казахстана и точнее против казахстана уже не удастся поскольку китай дал гарантии ему хотя это обсуждалось действительно обсуждалось поэтому остается грузия возможно армения взять ее под крыло братской помощи армению а в грузии и осуществить то что не сделали во время пятидневной войны 2008 года то есть дойти до тбилиси но это планы политического скорее руководства военные сколько мне известно относятся к этому более чем скептически исходя из всего происходящего исходя из всего того что мы наблюдали последние девять месяцев то ну у путина в верховного главнокомандующего в голове эти дни сидят он хочет таким образом нас как бы компенсировать позор который он сейчас переживает а в кремле вообще то что сейчас происходит именно к этому так и относятся как позору есть понимание того что война проигрывается да конечно есть понимание этого конечно часть людей она не хочет себе в этом признаваться но это вопрос уже знаете к таким когнитивным заблуждением что люди начинают некоторые не все но некоторые отрицать неприемлемо и они и даже говорят в беседах но нет у нас все идет хорошо у нас все идет по плану когда я пытаюсь выяснить что идет именно по плану и что хорошо люди начинают я бы сказал уходить глухую несознанку те кто настроен реалистичнее ли те кто циничнее они считают что военное поражение практически неизбежно кстати что очень важно это в первую очередь мнение военных сами то есть политики уже во вторую очередь как раз политики они пытаются показать и сделать вид по и под политиками я имею ввиду политический блок президента да то есть администрацию первую очередь пытаются показать что все нормально что все идет по плану что рано или поздно мы осилим украину там пересидим запад военные считают что мобилизации не первый не второй этап и и даже применение тактического и дернового оружия ситуацию качественно к лучшему не изменит перелома не обеспечить то есть их взгляд пессимистический но он основан как раз как вы понимаете на лучшем знании реалии причем военных опять же надо разделить из тех кто как говорят находится за ленточкой то есть непосредственно на линии огня они настроены более радикально они считают что их предали что их постоянно предают но это известный такой синдром не только для россии известны он исторические известия написывался много жд а те кто вот находится в москве у кого я бы сказал горизонт дальше видят лучше генштабисты первую очередь они в общем настроены пессимистично но этот пессимизм он реалистичен своей основе как я понимаю а можно ли говорить о том что в кремле там вот есть все таки два блока которые борются между собой что войну нужно заканчивать или вести войну до победного конца какие-то может быть группировки которые лоббируют то или те или иные действия и очень было бы интересно узнать фамилии неформальных лидеров этих блоков ну есть люди которые хотели бы действительно довести войну до победного конца или бы по крайней мере не до обидного поражения но сейчас их скорее мнение модифицировано они вы кстати и такое мнение путина что надо добиваться того чтобы мир был почетный то есть это на самом деле стратегия выхода то есть это не стратегия полная окончательные победы понятно что уже ее добиться невозможно стратегическая инициатива находится в руках украинцев по видимости она будет реализовываться в их наступательных действиях в том числе поэтому надо добиться условий почетного выхода то есть иметь основание заявить что это была победа вот а есть те кто считает но они не говорят об этом естественно говорить не будут что надо выползать вообще-то любой ценой уже и они готовы очень далеко пойти на то чтобы выползти оттуда в частности отказаться от всех территориальных приобретений включая и приобретение крым выносится за скобку всегда но вот донбасс том числе днр и лнр а считают что могут стать разменной карты другое дело что ситуация для этого не созрела хотя в ходе консультации я знаю что с американцами это обсуждалось все этот вопрос вставал еще в летом осенью вряд ли но летом он вставал американцы правда не очень поверили они думают что русские хотят их обхитрить возможно так и есть чтобы вы уговорить там украинцев сейчас подписать нами мировую или по крайней мере перемирие если не мир то перемирие заключить ну и считает что а потом мы значит уйдем они считают что это было бы опрометчивым шагом но по крайней мере разговоры есть такие да 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 продолжать закончится да ну мыслью на самом деле очень простая и хотелось бы конечно тем кто готов идти любой ценой на кого-то спихнуть ответственность лучше всего и спихнуть на президента это очень важно потому что это может стать в недалеком уже будущем очень сильным мотивом к определенным действиям в очень это очень интересно то есть в итоге может получиться так что во всем останется виноват тот человек который обычно у нас в россии никогда не виноват ни в чем ну рано или поздно даже такое счастье и везение заканчивается для путина она совершенно точно закончилась 24 февраля это очевидно кстати вот в кругах элиты он репутацию свою такую везунчика уже растерял а международном восприятии даже говорить не хочу она заметно а ну заметно уже что он не рукопожатный он изгой действительно изгой он практически исключен из мирового стеблишмента фактически уже исключен но русские естественно его исключить не списать все на него а потом сказать но он же был болен вот смотрите у нас медицинские карты видите а мы не знали а мы не знали вот у нас заставил там буквально под прицелом принимать у те или иные решения участвовать в них но у него были серьезные медицинские проблемы теперь мы можем сами об этом узнали и давайте вот пусть он за все отвечает ну и плюс еще там найдут каких-то стрелочек безусловно стрелочников допустим вот с классический пример игорь стрелку в гирке до который находится не на передовой на одну из базу вагнера если потребуется он на передовой погибнет смертью храбрых будка же посмертно награжден ну для того чтобы конца некоторые концы в воду сказать опустив бросить чтобы они уже не вернулись а кого-то можно и выдать почему бы и нет скажут вот преступники мы можем даже вам их выдать а можем судить сами но я это обсуждаю пока гипотетические варианты вы понимаете но и стеблишмент готов очень гибко реагировать особенно тут и стеблишмент который не причастен к специальной военной операции а он не весь же к ней причастен вот этот как раз условно мирняк готов очень далеко пойти хорошо а вот как раз про медицину хотел у вас спросить вот вы давно и последовательно говорите о том что владимир путер смертельно болен что у него раковое заболевание и что неизлечимое и так далее многие над этой информации опять же подсмею посмеивались но вот расследование проекта как раз говорит нам о том что владимир владимир путина серьезные проблемы с со здоровьем что он там использует какие-то нетрадиционные методы лечения что там купается в крови олени и так далее отсюда меня возникает вопрос вот вообще как так случилось что высших кругах власти россии какой бы ни было но эта страна там светская страна очень там все таки у нас есть серьезная научная база вот высших кругах нашей страны процветает шаманизм оккультизм какие-то обряды ноги конечно еще раз подчеркну над этим под спасли вались у меня возникает вопрос как вообще наше государство скатилась к такому абсурду вообще как такое возможно что там глава государства купается в какой-то крови оленьих рогов но это же просто ну для любого цивилизованного человека это просто смешно а у нас как бы вот все указывает на то что это действительно есть и применяется артем если быть технически точным то там речь шла все-таки о ваннах на основе пантов далее не такой метод традиционной медицины и он сомнителен то есть доказательная медицина по моему его не рассматривает как эффективный то есть там не в полном смысле слова кровь да но а что касается вот оккультных увлечений интереса к магии действительно этот счет есть несколько расследований в частности последние где там упоминается зам директора фсо генерал александр комов это все соответствует действительности и действительность вообще еще более фантасмагорично на самом деле чем все эти расследования я это довольно хорошо знаю ну и по крайней мере сейчас появилась уже сумма неких доказательств иногда прямых иногда косвенных которые подтверждают увлечения а вот причина увлечения она очень интересна у меня есть конечно версия с удовольствием изложу но я не уверен том что она исчерпывающая тем паче она не может быть окончательной это просто мне рассказывали люди которые наблюдали это вблизи ну представь себе ситуацию бывший подполковник и бывший там заместитель петербургского губернатора да да значит внезапно буквально внезапно на него сваливается необъятная власть ну возгонка была стремительной и вот любой человек любой имеющий хотя бы талику рефлексии а у путина она безусловно присутствует он не может не задуматься вообще почему все это со мной произошло именно со мной вот именно со мной он начинает задумываться рациональному объяснению найти этому невозможно но она может быть и есть и наверное даже есть но она не очень лесная часто поэтому человек находит для себя другое льстящее ему объяснение это кстати типичная картина формирование ну я думаю что психолог а то и психиатр бы рассказал как формируется мессианский комплекс значит я для чего-то вот рожден для чего-то лучшего великого такое у меня предназначение мне рассказывали что где-то с 2000 по 2003 4 год у владимир владимирович вот формирование этого комплекса шло очень 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 активно мессианского уверенность своим высоком предназначении и естественно люди которые находились рядом с ним они его всячески в этом поддерживали потому что тогда а оттенок этого миссионизма распространялся и на них и мышь просто не просто так я там портфеленосец путина игорь иванович сечин я гениальный менеджер потому что там сотрудники компании роснефть они так сечен и говоришь что вы гениальный менеджер лучший менеджер всех времен и народу что-то подобное говорили и путину все его посетители что вы просто гений я не кстати не утрирую нисколько вот встречи так проходили там губернатора с ним встречались министры и вот такая грубая лесть не сразу конечно но спустя какое-то время она им воспринималась не без удовольствия может быть даже с удовольствием и он в это стал верить это одна сторона вторая сторона что у него интерес вот к этой оккультной трахе мудрия не знаю как правильно он как раз в это же время и проявился причем он был довольно скептичен я сразу хочу подчеркнуть то есть не надо думать что он там значит был на этом повернут еще со времен работы в кгб сср да ничего подобного но тут произошел вот такой эпизод его познакомили точнее не познакомили свели с человеком которую можно назвать предсказателем действительно был предсказателем и вдруг выяснилось что он довольно точно предсказывает будущее и это настолько заинтриговала президента и это оказалось настолько эффективным что он обращался за предсказаниями к этому человеку не реже одного раза в неделю иногда по два раза на протяжении нескольких лет нескольких лет где-то как раз 2003 или 2002 вот по 2 до 2003 по 2006 или 2007 и на это время как раз приходится формирование его репутации удачливого политика что ему все карты шли вы вспомните все чтобы не происходило оборачивался ему на пользу все шло само собой в руки а потом этот человек скончался в силу естественных причин там ничего не было такого привходящего но воспоминание об этом осталось и он понял что оказывается это обладает некой силой я спрашивал об этом человеке мне сказали ну говорит есть такие уникумы в мире их не больше там от полудюжины до дюжины причем мне говорили очень уверенно что когда они встречаются но очень-очень редко чрезвычайно редко это там покруче чем любая ванга покруче чем любой мессинг который кстати фигуры мистифицированы и ванга и мессинг фигуры абсолютно мистифицирован вот в отличие от того человека с которым имел дело российский президент ну и он стал к этому относиться серьезнее он пробовал разных там и шаманов и разного рода квази православных старцев именно были там и дистанции православные как вот или я которому путин обращался который в простоте двух слов не скажет очевидцы описывает были квази православные как ну ты слушай вряд ли имели когда-нибудь какое отношение к православию ну и вообще рядом с ними стоять-то нельзя было ну как неприятно просто неприятно было находиться то есть он много чего пробовал потом остановился это шойгу его свел с сибирскими шаманами тувинскими в первую очередь вот туда он и летал с ним несколько раз потом даже с шаманом из амазонии встречался и еще очень важно окружение путина есть близкий ему человек очень близкий и очень влиятельный это юрий валентинович ковальчук который вообще-то этими вещами увлекается и он в них разбирается кстати хочу сказать ну насколько мне известно них разбирается довольно хорошо так что вот есть такой источник вдохновения внешне по отношению к президенту вот это я вот предполагаю что это и привело к его такому интересу но сразу подчеркну дело не в том что шаманы диктовали путину как ему поступать но это совершенно не правда было там тут предсказатель который упоминал он ему описывал как будут развиваться ситуация на решение принимал путин это очень важно они играли роль ну вот тот предсказатель скорее знаете человека который мог предостеречь от опасных линий в развитии вот сказал вот там будет опасность там там а это он мог сделать лишь остальное дел путин что касается шаманов опять же они скорее играли играют роль психотерапевта то есть ты решение для себя принял но у тебя как в жизни у нас колебания и вдруг мы видим как нам кажется некое предзнаменование вот солнце взошло вдруг были тучи по их выглянуло солнце или там птичка запела да и нам кажется вот это предзнаменование это хороший знак да и вот шаманы они играли роль скорее психотерапевта то есть они успокаивали говоришь на ты на верном пути ну и они совершили ошибку в частности вот перед 24 февраля когда путин встречался по-моему между 8 и 11 февраля когда он подтвердил уже свою они ему сказали что он добьется там сокрушительной победы станет властелином мира потом эти шаманы значит марте в мир предков отправились вот которые дали такое ошибочное предсказание если бы они выразились как-то невнятно двусмысленно как оракулы античные выражались я вам напомню я всегда привожу знаменитый оракул крезу который получил что если ты перейдешь реку галис то ты разрушишь великое царство он подумал что поход против персов окажется успешным но разрушил то он свое собственное царство если бы путину сказали что перейдя реку днепр ты разрушишь царство это кстати было абсолютно точно но человек трактует в силу своей предзаданности понимаете а а вот а сам сам этот оракул он очень двусмысленный а вот эти шаманы дали ему оракул однозначный за что и пострадали поэтому другие которые его консультировали по поводу возможности тактического ядерного оружия они были они были двусмысленны они дали ему очень двусмысленный оракул но вот валерий дмитриевич вас тоже на самом деле называют оракулом вот сейчас вы нам расскажите как вы думаете когда и на каких условиях закончится война к сожалению поэт спасибо за за сказать лестное слегка ироничное определение артем потому что всерьез относиться я лишь да валерий дмитриевич любят да я понимаю да ну вот талика иронии и а для меня сама ирония она ничуть не помешает ну для меня очевидно что до поздней весны вряд ли вот вряд ли и видимо основные события в военном отношении еще впереди потому что сейчас ни одна ни другая сторона не имеет желание договариваться потому что их взаимные условия до начальные они неприемлемы абсолютно для украинской стороны в этом просто нет то есть для российской стороны был бы смысл договориться все-таки договориться на тех условиях почетного мира а почетный мир для нее это значит признание нового статус-кво то есть вот этих новых территорий российскими и сухопутный коридор в крым это были почетные условия хотя это совсем не то что планировалось поначалу безусловно для украинской стороны это неприемлемо и поскольку она находится восходящим и победоносным военном тренде то она говорит что нет мы не видим смысла здесь возможно очень важную роль сыграет позиции запада потому что запад может оказать хотя и очень осторожно давление или подталкивание зеленского но запад будут наблюдать за военной динамикой то есть вот решающие оказывается два фактора первый собственно военная динамика если украинское наступление окажется успешно российская оборона россия перешла к стратегической обороне рухнет это одна ситуация если украинцы будут продавливать оборону но не смогут ее разрушить при этом будут нести тяжелые потери они несут очень тяжелые потери вот это другое и это один фактор и второй фактор это внутри поличкой динамика в самой россии потому что вот то понимание среди части элиты но понимание относится общий характер что путин их завел в тупик они выражаются определенные как мы понимаем там не цензурщина сплошная важно не цензурщина когда где они оказались а конечно эта ситуация толкает их неким действием но эти действия могут осуществить только чекисты больше никто они пока не считает это необходимо но может случиться нечто допустим будет отдан какой-то роковой приказ когда им придется перейти к действиям тогда внутри поличкой динамика кардинально изменит военную динамика то есть динамика в российской федерации и соответственно все начнет идти какому-то завершению но в любом случае тот процесс который был запущен 24 февраля он длителен и он обладает силой инерции это очень важно понимать даже если вот сейчас вдруг прекратятся там боевые действия до стрельба ну даже вывести войска это будет совсем не так просто обговорить какие-то условия разъединения как минимум тоже будет уже не просто поэтому увы потребуется время американцы говорят возможно до осени следующего года я говорю что видимо решающие события должны произойти до поздней весны кстати вот это очень интересное наблюдать наблюдение вот как вы думаете валют меч ведутся какие-то тайные скрытые переговоры с украины с америкой с европой может быть кто-то ведет какие-то переговоры в тайне от путина какие-то вот мы обсуждали что в Кремле есть разные блоки, может быть такие переговоры есть, как они проходят, кто их ведут, есть ли у вас какое-то мнение? Втайне от Путина переговоры не идут, потому что втайне от Путина могли быть переговоры тех людей, которые находятся за границами Российской Федерации, но эти люди не имеют никакой силы, то есть они не имеют никакого влияния на принятие решений. Те консультации, которые идут по разным каналам, непубличным, естественно, каналам, они идут с санкцией Путина. Это попытки так или иначе стимулировать Запад к давлению на Украину. По разным совершенно каналам они идут, и в том числе через канал Ватикана. Это канал довольно часто. Кстати, его традиционно Лукашенко использовал, когда он хотел, и как, кстати, как и сейчас в последнее время, хотел найти какой-то общий язык, минимальный общий язык Запада. Так что используются самые-самые разные каналы коммуникации, но все это делается сведомо президента, и он в курсе. Потому что если вы попробуете, находясь там в окружении президента, условно, для того, чтобы вести такие консультации, вы должны иметь какой-то вес, вы понимаете, иначе с вами никто говорить не будет. Но если вы имеете какой-то вес, можете быть уверены, что вы находитесь под колпаком. Ну это вот совершенно точно. Я обычно объясняю это так. Вот если встретятся два высокопоставленных человека, и они друг другу скажут, что Владимир Владимирович, если это не чекисты, правда, сразу скажут, что пора как-то это уже заканчивать, то через два часа будет три доноса. Каждый из них напишет друг на друга, и плюс будут еще данные внешнего контроля. Вот в этом можно не сомневаться. Поэтому никаких консультаций такого, знаете, плана, что мы там плетем заговор и сейчас сговорим, нет. Консультации типа поездка, то есть это не как в 17 мгновениях весны, там Карл Вольф летит в Швейц. Нет, ничего подобного. Путин в курсе. Его в детали, естественно, там не посвящают, они ему не нужны. Но он в курсе, и это все делается, в общем, по его инициативе. То есть попытка найти какой-то вариант почетного мира. Ну, для него почетного мира, для Кремля в целом. Таких вот тайных сепаратных переговоров, ну, и, конечно, мы можем о них не знать, но, исходя из структуры российской власти, техники и наблюдения за ней, и внутренней диспозиции, это просто невозможно. Ну, то есть формально это выливается в официальное, что поданы сигналы через разные каналы связи, условно, можно так сказать. Действительно подаются, это многочисленные каналы, поверьте, в том числе неформальные, неформальные могут быть эффективны. И Абрамович, кстати, тоже один из каналов таких. Ну, скажем, любые переговоры там Авина или кого-то, хорошо, Авина, Фридмана с кем-то, или Потанина, или Дерипаски, они вообще никакой цены не имеют. Потому что, как кто-то очень правильно сформулировал, для того, чтобы устроить дворцовый заговор, переворот, надо как минимум оказаться в дворце. Они во дворец не вхожи. Вхожи совсем другие люди. Когда началась война, ходила такая шутка по интернету, там, табакерка Путина прогони. Вот, возможно ли такой вот вариант табакерки, если... Вариант дворцового заговора, да, возможен, безусловно. Но осуществить и реализовать его могут только чекисты. Ну, и для них риски колоссальны, поэтому они предпочитают дожидаться, как им кажется, естественного развития событий. Они очень рассчитывали на то, что власть перейдет в руки Патрушева, ну, группы Патрушева, Патрушева-младшего, Дмитрия. И Владимир Владимирович несколько раз давал обещания. Он давал обещания. Но они видят, что он игнорирует эти обещания, которые он им дал. И вот это может стимулировать их, но нужен еще другой стимул. Некое, скажем, вот если он отдаст распоряжение об использовании, там, тактического ядерного оружия, пусть сверхмалые мощности, это может их стимулировать уже каким-то конкретным действием. И был момент в течение двух или трех часов, это трагический инцидент в Польше с падением ракеты, когда не очень было понятно, ни чья это ракета, ни какая будет реакция НАТО, когда вот возможность этих действий оказалась бы не нулевой. Это было уже. То есть это не исключено. Ну, там предрекать, что это произойдет, это произойдет в такие-то сроки, нет. Это невозможно. Ну, вот вопрос применения ядерного оружия достаточно часто возникает в публичном поле, и в публичном поле, и в курилке люди это обсуждают. Как вы расцениваете вероятность такого сценария? Будет оно применено или нет? Вариант этот остается в повестке. То, что он снят с публичной, так сказать, риторики, это не означает, что от него отказались. А что касается, как применить, вот это как раз вопрос очень важных, но закрытых технических обсуждений. То есть как именно, какие цели, какого эффекта собирается добиться. Но очень интересно, что реакция военных отрицательна. Они считают, что это не только бессмысленно, но это еще и крайне контрпродуктивно, потому что безумно опасно. Вот как раз те люди, которые понимают риски, да, по-настоящему, которые рассуждают с профессиональной точки зрения, а не с политической, они противники. И вот это может, кстати, президента тоже остановить. И потому, что эти люди там миролюбивы, да нет, ничего подобного, это такие же хищники, как Владимир Владимирович, может быть, даже еще более опасные. Но у них не ослаблен инстинкт самосохранения. И если Путин уже в любом случае уходящая натура, а его так и воспринимают все, то они считают, что для них существует будущее. Валерий Дмитриевич, мне не простят, если я не задам этот вопрос. Как раз вот в нашем разговоре, я сейчас нахожусь в Грузии, и в нашем разговоре как раз упоминалась прекрасная страна. Можно ли говорить о том, насколько вероятность, чтобы компенсировать свои военные поражения, что Грузия чуть ли не первая в зоне риска для того, чтобы это все сохранить лицо, скажем так. Насколько это вероятно, насколько это опасно. Тем более, что и вы знаете, наши зрители знают, что в Грузии сейчас очень много людей из России въехало. Грузия гостеприимно нас приняла, и сейчас мы здесь находимся. Да, я думаю, что надо и мне поблагодарить, потому что и мои товарищи оказались в Грузии. Не только вы, Артем, да, но есть и другие люди. И я знаю, что они, в общем, очень хорошо, позитивно отзываются. За это надо поблагодарить эту страну и сказать, что, конечно, русские, которые, ну, граждане России оказались в территории Грузии, они, конечно, пятую колонну из себя не представляют. Поэтому у меня никаких сомнений нет, зная многих, лично зная многих из этих людей. Они действительно вынужденные беженцы, и они с симпатией большой относятся к Грузии, но я думаю, чтобы они, конечно, в благоприятной ситуации вернутся в Россию, у меня в этом нет сомнений. Что касается того, о чем я говорил. Понимаете, политические размышления Владимира Владимировича, я бы сказал, даже политические фантазмы, они, насколько я представляю, с военной точки зрения не очень подкреплены. То есть здесь дистанция не просто огромного размера, но она еще и постоянно увеличивается. Поэтому я бы отнесся к этому с очень большим скепсисом, к технической осуществимости этой операции. Потому что все ресурсы, действительно, брошенные на Украину, все базы, которые были, оголены, просто оголены, все в эту чертову прорву сейчас, как в черную дыру, туда втягивается, втягивается и исчезает. Я имею в виду в данном случае военные действия против Украины. Поэтому я думаю, что нет. Все придет к тому, что если Путин вдруг примет для себя, он не принял решение, понимаете? Это обсуждение. А вот если бы так, он очень любит обсуждать разные планы, он любит готовить разные планы. Но это не означает, что эти планы будут непременно осуществляться. И даже большая часть планов не... Но если он скажет, посчитать это с военной точки зрения, как это будет выглядеть? Ему посчитают и скажут, а мы не можем. Ну давайте бросим вашу охрану. Вот ФСО у нас. Там 15 тысяч или 30 тысяч человек, я уже не помню, как у них. Все, наверное, засекречено сейчас. Последние данные, которые были в открытой печати, там говорилось, ну, до 20 тысяч человек, которые я вижу. Открытые данные имею в виду. Вот давайте их брать. Вот это последний наш резерв, который остался. И у Кремлевский полк, да. Ну, нет просто ресурсов. Выяснилось, что российские вооруженные силы не обладают столь значительными ресурсами, как долгое время утверждалось. Ну, я имею в виду вот этот пиаровский образ, который, кстати, формировался крайне успешно. Я могу отдать должное пиар-службе Министерства обороны, и пиар-службе Кремля, и всем нам, кто совершил естественную ошибку. Понимаете, вот эта ошибка, действительно, но ведь в основе лежит металлогический просчет. Почему мы взяли, что если система деградирует, что в этой системе оказался один здоровый полноценный элемент? Это же невозможно. Ну, потом я понял, нет, все-таки было основание. 2014 год. 2014 год, когда прошла действительно бескровная операция, когда был создан такой образ сил специальных операций, сил специальных, да, сил специальных операций, довольно героический. Вот. И тогда стало казаться, что, ну да, ну армия это совсем другое. Вот все может разрушаться, к чертям лететь. Ну, армия, выяснилось, что нет, армия тоже не такая. И попав в просак в Украине, они, конечно, уже в Грузии постараются извернуться, но туда уже не лезть. Потому что дело не в том, что надо много... Ну, что это бесполезно, бессмысленно. Вот. И опасно. Ну и, опять же, понимаете, реакцию НАТО. Валерий Дмитриевич, у меня вот такой вопрос к вам. Знаете, у меня есть один знакомый, который говорит так вот... Соловей, конечно, очень крутой. Но я не могу понять, на кого же он работает? Валерий Дмитриевич, на кого вы работаете? Раскройся нам тайну. Артем, в таких случаях я отвечаю, это не бравада и не пафос на собственную совесть и на Россию. На них я и работаю. Больше ни на кого. Я вот, знаете, я с нетерпением жду момента, когда будут открываться архивы. Я с нетерпением. И с надеждой даже. Потому что вот когда они будут открываться, на меня там ничего не будет. Это я знаю. А вот я знаю многих людей, на которых там будет кое-что, что полностью разрушит их репутацию. Полностью. Я жду с нетерпением. И буду всячески, а я не сомневаюсь в этом, что я смогу в этом процессе участвовать, всячески настаивать на их опубликовании. Как это было в Восточной Германии в свое время после объединения. Вот то, что касается политического сыска, естественно, политического сыска должно быть опубликовано. И нас ожидает множество неприятных открытий и разочарований. Валерий Дмитриевич, спасибо большое. Было очень интересно, очень содержательно и информативно. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Артем. Рад был вас увидеть и пообщаться хотя бы таким образом. И всего хорошего вашим и нашим зрителям и слушателям. Это был Валерий Соловей, а я Артем Воженков. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать в комментариях, кого еще из иностранных агентов вы хотели бы увидеть. И, конечно, поддержите нас финансово, ведь Автозак Лайф живет исключительно за счет ваших пожертвований. Ссылка и реквизиты в описании и первом закрепленном комментарии. Пока!